Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. 28 и 29 сентября канал CryptoDealers вместе с командой IBCG привозят разработчиков NEM в Москву. Китай никак не угомонится. Правительство Китая где-то в глубине души хочет стать Северной Кореей, но от такой политики делает хуже только себе. Разрабы Monero объявили об успешном завершении хардфорка. Биржа БТЦ, как и обещала, вернулась к функционированию. Новая площадка называется VaxNZ. Помните, мы брали интервью у разрабов BitClave? Чуваки привлекли мое внимание тем, что они взялись за развитие платформы, которая может стать одним из эталонов интернета будущего. Во-первых, хочу рассказать вам супер новость. 28 и 29 сентября канал CryptoDealers и команда IBCG привозят разработчиков NEM в Москву. Ребятки, мы считаем это нашей маленькой победой и хотим отпраздновать ее вместе с вами на Moscow NEM event. Последнюю неделю комменты о рынке выглядели примерно так. Китай никак не угомонится. Наверное, правительство Китая где-то в глубине души хочет стать Северной Кореей, но от такой политики делает хуже только себе. Как результат, это массовая миграция китайских бирж на LocalBitcoins. Если так дело пойдет и дальше, то вся китайская криптоиндустрия перекочует в Гонконг. Поскольку новости говорят о том, что полный запрет на обмен биткоина на фиат вступает в силу 30 сентября, криптопользователи и компания Китая начинают опасаться за свои средства. Уже сейчас в Гонконге Аврелин Метант говорит о том, что запросы на размещение на биржевой платформе GateCoin с материкового Китая резко выросли. Гонконг сигнализировал, что он будет действовать в соответствии с политикой США, когда речь идет о регулировании токенов ICO в отличие от Китая. Ладно, китайская паника – это понятно. Давайте же посмотрим, что у нас хорошего происходит. Тайская комиссия по ценным бумагам выпустила руководство по ICO. В своем заявлении регулятор пытается найти баланс между поощрением технологических инноваций и защитой инвесторов. Наблюдение регуляторов вторят позиции, высказанной SEC США. В июле 2017 года американское агентство опубликовало уведомление о том, что законы о ценных бумагах могут применяться к предложениям, продажам и торговле в виртуальных организациях. По мере того, как первичные предложения токенов приобретали все большую популярность, тайская SEC становилась все более обеспокоенной тем, что механизм сбора средств может быть использован мошенниками. Едем дальше. Разрабы Монеро объявили об успешном завершении хардфорка. Запланированный хардфорк сети Монеро успешно завершен. Об этом сообщается в официальном твиттер проекта. Изначально предполагалось, что апгрейд протокола состоится 21 сентября. Однако впоследствии эта дата была перенесена на более ранний срок. Причиной переноса даты стал рост хешрейта сети. На данный момент этот показатель превышает 250 миллионов HS. В новой версии ПО введено обязательное использование так называемых кольцевых конфиденциальных трансакций. Ring CT. Предыдущие релизы также включали в себя Ring CT, однако обязательным их использования не было. К слову сказать, Монеро, будучи форком Байткоина, является порождением Даркнета и разработана на протоколе Криптоноут. Она не может быть отслежена, ведь этому выступает порука технология кольцевой подписи. На момент публикации средневзвешенный курс Монеро, по данным CoinMarketCap, составляет чуть более 96 долларов. Пацаны из БТЦЕ ответили за базар и, как и обещали, вернулись к работе 15 сентября. Новая площадка называется VaxNZ. Как и следовало ожидать, и внешний вид, и функциональность платформы не изменились, и первые вошедшие на нее пользователи занялись тем, чем они занимались всегда. Дискуссиями в чате. Вход на биржу прошел стандартно. Новый сайт принял имя и пароль со старой площадки, интерфейс также не изменился. Площадка будет работать в тестовом режиме с целью проверки работы всех блоков. На вывод средств будут установлены суточные лимиты. Информация о них доступна в профиле вашего аккаунта. В дальнейшем они будут увеличены. Тестовый период будет длиться от 3 до 7 рабочих дней. А помните, мы брали интервью у разрабов проекта BitClave? Кто не в курсе, я напоминаю, что BitClave — это децентрализованная поисковая система. Чуваки привлекли мое внимание тем, что взялись до развития платформы, которая может стать одним из эталонов интернета будущего. Они первые, кто показал миру альтернативу стандартным поисковикам и предложил обычным юзерам плюшки за показы рекламы и безопасность данных. И почему же я вообще о них вспомнила? Этой новостью я хотела передать привет всем любителям писать злостные комменты, троллям, хейтерам и прочей нечисти. У ребят перенеслось ICO аж на целый месяц по причине того, что заявок на выкуп токенов больше, чем самих токенов. Так что поздравляю ребят из BitClave с таким прекрасным фокапом. Товарищи хейтеры, выкусите! А ссылку на проект вы найдете под этим видео. Ну а ближайшее событие, которое я добавила в свой список по IT, это московский криптобазар. 21 сентября в известиях холл соберутся более 500 частных инвесторов, 200 вип-гостей, а также эксперты Сбербанк, CIB, WebMoney, Mail.ru Group, Satoshi Found, Golas.io, Криптобазар Found. Среди гостей будет присутствовать Джон Квинн, сооснователь проекта Storch, а также Soren Fog, блокчейн-визионер, основатель ИСЕО проекта iProtus, сооснователь швейцарской ассоциации по поддержке блокчейн-проектов Криптоволли, а для инвесторов впервые проведет презентацию 10 новых мощных ICO-проектов. И напоследок еще одна победа в истории русского блокчейна. В московской школе бизнеса МГИМО появился курс под названием «Правовые основы регулирования блокчейн-технологий». Курсы рассчитаны преимущественно на юристов, банковский сектор и предпринимателей. Научным руководителем этих курсов станет Элина Сидоренко, доктор юридических наук, профессор, руководитель рабочей группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты. Ссылка на курс находится под видео. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал. Мы ждем ваших комментариев. С вами была Миша. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok